Как влияет демография на экономику страны, обсудили эксперты, участники Международной научно-практической конференции в Алматы. Среди обсуждаемых тем – демографическая устойчивость Казахстана, развитие человеческих ресурсов и влияние социально-экономических и этнокультурных факторов на городскую и сельскую среду. В работе форума приняли участие представители гусорганов, бизнеса, общественных организаций, зарубежных и отечественные ученые. Они считают, что такой формат встречи позволяет интегрировать достижения Казахстана в мировую научную среду. Я думаю, проблема серьезная, поскольку сама по себе проблема демографии, она на сегодня должна определять все тело движения любой экономики, любого правительства. Потому что, например, планирование должно исходить из количества населения. Какое будет население в 30-м году, какое население будет в 50-м году. Это очень сложная проблема и прогноз составляется очень сложным. С 1 мая увеличены тарифы на транспортировку нефти на экспорт и транзит через Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба КАСТРАНСОЭЛ. На новых тарифах страна заработает вдвое больше. К примеру, перевалка нефти. В нефтепроводке НКИА Катырао в целях экспорта без учета НДС станет 1 тысячу за одну тонну. Ранее действовал тариф в размере 500 тенге за одну тонну. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил детский реабилитационный центр АКСУ в городе Каракол. Это медицинское утверждение, предназначенное для лечения детей с ДЦП. Сегодня в нем проходит реабилитацию 72 человека. В санатории есть три корпуса, которые остро нуждаются в капитальной реконструкции. Глава государства лично осмотрел все отделения, побеседовал с медицинским персоналом и родителями детей, которые находятся на лечении, и пообещал, что вопрос о привлечении средств на реконструкцию центра будет рассмотрен в ближайшее время. Также президент дал поручение обеспечить центр всем необходимым оборудованием и выделить одну из новых автомашин скорой помощи. Садыр Жапаров поблагодарил медработников за то, что они, несмотря на трудности, продолжают качественно выполнять свою работу. На угольных шахтах Китая внедряют технологии так называемой «умной добычи полезных ископаемых». Так власти планируют увеличить систему безопасности в отрасли. До этого государственные угольные шахты начали сотрудничество с частным телекоммуникационным гигантом. Совместно на одной из шахт установили технологию, которая сокращает количество рабочих под землей, заменяя их машинами. Ими можно управлять с поверхности. Систему позволила сократить число подземных рабочих на 18%. В стране остро стоит вопрос безопасности сотрудников угольных шахт. В 2022 году в результате аварии погибли почти 250 человек. С проблемами экспорта мёда столкнулись пчеловоды Грузии. И хотя денежный прирост в его продаже вырос на 79% по сравнению с прошлым годом, сфера всё ещё испытывает трудности. Дело в том, что в стране нет регулярного потока мёда. Продукт также не может выйти на европейский рынок. Там ценятся чистые однородные сорта – каштановый или акацевый, в то время как в Грузии много смешанных лесов. Кроме того, теперь в стране ввели новые правила. Их цель – посчитать пчелиные семьи и составить единую базу данных. Отнеслись к новшеству пчеловоды с опасением. Уже вступившие в силу новые правила подразумевают регистрацию пчеловодов, которых по приблизительным данным в стране около 15 тысяч. Без фиксации теперь запрещено перемещение пчелиных семей, а также их продажа и реализация мёда и воска. Это касается как крупных, так и мелких производителей. Грузинский мёд знают и любят в Европе и Азии. Продукция должна соответствовать всем требованиям безопасности и международным стандартам. Для производства и экспорта предприятия необходимо регистрировать и контролировать государственными органами. В прошлом году Грузия экспортировала мёд на сумму более миллиарда долларов. Страна намерена увеличить показатели. Местная ассоциация пчеловодов уже запустила специальные тренинги. Для пасечников проводят разъяснительную работу о новых регуляциях, едином реестре, стандарте качества и сертификатах, позволяющих отправлять свою продукцию на экспорт. Есть категория пчеловодов. Это крупные пчеловоды, которые производят мёд. Они же отправляют его потом на экспорт. Для упорядочивания, для как бы в рамках контроля, чтобы это всё попало, для этого обязательно даже. И эти крупные производители, они сами приветствуют эти законы. На второй стороне медали у нас просто простые любители, у которых, допустим, 12 пчелосемей, 15 пчелосемей, которые не продают этот мёд. Им это просто как хобби для семьи, для родных. Им этот процесс более трудный, более непонятный. Десять лет назад, когда мы начали активно изготавливать мёд, у нас не было чётких регламентов, чтобы отслеживать его качество. Сейчас проводится контроль в наших лабораториях, и мы уверены в качестве нашей продукции. Ранее же это делалось за рубежом, и каждую третью партию браковали. Наши действия направлены на помощь пчеловодам, чтобы они могли выходить на рынок других стран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин